Велос Гамарджоба ещё раз. Это Лиана и онлайн-школа грузинского языка Азри. У нас сегодня подкаст «Калейдоскоп эмигрантских историй». И у нас в гостях Асель. Асель, привет. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, как давно ты в Грузии, как ты здесь оказалась, и немножечко про то, откуда ты приехала. Я-то уже знаю. Всем привет. Меня зовут Асель. Я из Казахстана. Я с 13 лет слежу за разными блогерами из Грузии. Вообще просто, наверное, ну, чаще, скорее всего, в тот период стали вот популярны вот всё, что связано с Казбегией. Вот просто я смотрела и как-то натыкалась на также вообще певцов, именно фольклористов. Грузинских. И как-то так вот зародилась вообще любовь к Грузии. И я просто безумно мечтала и всё время уговаривала маму слетать в Грузию, но никак мне не удавалось. Пока вот я в 2000, ну, в разгар пандемии закончила университет, как освободилась, была возможность уехать, но пандемия. И как только открыли границы, я переехала, потому что, ну, ничего не держала. То есть ты с самого начала хотела переехать сюда? С самого начала я не планировала переезжать. Я именно хотела очень посетить. Мне очень хотелось знакомиться с культурой. Я как-то потихоньку, когда вот училась в Москве, то устроилась в грузинский ресторан и так начала изучать грузинскую кухню, грузинские вина. И, ну, как-то это просто естественно складывалось, что как только я закончила университет, была возможность просто куда-то поехать, нужно было двигаться. И гораздо проще было переехать сюда в связи с тем, что безвизовый режим, ну и так далее. То есть ты пришла к Грузии через кухню и вина? Ну, не совсем. Я думаю, вообще через искусство, скорее всего. Потому что, ну, в тот период уже, наверное, зарождалась вот эта вот популярность вообще, всё, что связано с грузинскими брендами. Ну, и для меня это тоже искусство, потому что это абсолютно другое видение, не похоже ни на кого вообще, наверное, в этом мире. То есть я всегда говорю и всем друзьям, что в Грузии у людей своё какое-то индивидуальное, уникальное видение прекрасного. И вот оно отражается во всём. И вот это, наверное, в первую очередь меня очень влюбило. А как тебе наш фирменный стиль, который называется грузинский чёрный? Ты замечаешь, как много чёрного цвета? Да-да-да, конечно. И я как раз недавно обсуждала, ну, может быть, месяц назад с подругой грузинкой, что часто я вижу в Тбилиси девушки ходят там, ну, и я сразу понимаю, что это не местные, которые ходят в чём-то бежевом, светлом, вот чисто монотонном таком. И потому что грузинки точно добавят туда что-то чёрное, что-то яркое, какой-то акцент сделают. И это прям, ну, сильно заметно. Да, так что вот мы сейчас даём лайфхак, как вычислить грузинку в толпе. Она будет в чёрном, и у неё будут яркие акценты. Это правда. Вот ты очень точно сейчас сформулировала. А ты сказала, что вот у тебя есть подруга-грузинка. У тебя много вообще друзей среди грузин? У меня всё окружение здесь в основном грузиноязычное. То есть я как раз-таки сюда не переезжала по каким-то политическим соображениям. И мне именно хотелось изучать культуру, уезжая как минимум из-за того, что, наверное, мы в Казахстане очень много потребляем информации, всё, что касается России, Беларусь, музыки, ну, то есть и Украины, наверное, в том числе. Мне не было интересно взаимодействовать с украинцами, белорусами и русскими. Мне хотелось переехать. И то есть я считаю, что это немного неразумно, когда ты осознанно переезжаешь. Не вливаешься в местную какую-то тусовку, да? Когда ты именно по своему желанию и рвению переезжаешь в какую-то страну, то, думаю, естественнее адаптироваться, когда ты будешь общаться именно с местными. Да, и не оставаться в своём каком-то информационно-языковом пузыре. Да-да-да, конечно. А как у тебя с языком? Я очень много понимаю именно бытового, потому что у меня молодой человек грузин, и я со всей его семьёй общаюсь, и из-за этого я постоянно слушаю какие-то рабочие разговоры, семейные разговоры, телевизоры, которые на фоне идёт, и довольно много могу понимать. Практически всегда пересказываю какие-то сплетни, которые, например, я услышала, что бабушка моего парня разговаривала с кем-то, и в течение дня я это всё наслушаюсь, а потом ему передаю. Это, кстати, классный лайфхак. А на каком языке ты ему передаешь? На русском. На русском. То есть ты совершаешь перевод? Да, потому что говорить, я не могу сказать, что я прям говорю и говорю хорошо, потому что я и не изучала его так. И самое забавное, что я очень стесняюсь со знакомыми людьми говорить на грузинском. То есть всё, что касается такси, магазинов, это вообще без проблем, но я могу тоже теряться в какие-то моменты. То есть ещё я теряюсь из-за того, что недостаточно большой вокабуляр, и я могу просто понять и не понимаю, на каком языке ответить. Ну то есть тебе не хватает именно практики говорения, и ты не понимаешь, с чего начать, в то время как с пониманием у тебя вообще всё хорошо. То есть ты как-то интуитивно восприняла грузинский язык. Да, потому что у меня всё окружение всё-таки было грузиноязычное. Но первые три-четыре месяца, наверное, я не понимала вообще, где начинаются, заканчиваются слова, потому что грузины очень часто быстро разговаривают. И спустя вот три-четыре месяца я начала прям вникать. И я, наверное, из-за того, что просто слушала-слушала, и вот как-то так получилось, что я начала прям разграничивать предложения, интонации. И вот самое забавное, что у меня подруга постоянно смеётся, что я очень точно передаю какие-то интонации, вот каких-то именно семейных, ну каких-то бытовых фраз. О, вот это очень здорово. А это должно, наверное, помогать тебе с фонетикой грузинского языка. Словами, наверное, несложно. Вот, но что касается отдельных звуков, я не могу их произнести. То есть у меня не получается ни «к», которая баба пьет с холши, вот вообще-то сейчас всё получилось. Вот, мне часто говорят, что я говорю это нормально. Но вот то, что касается хихинепс, у меня просто не получается. Отдельно звук я не могу произнести. Не могу отдельно произнести «ча-ча-вадзе», вот которая «ча». И «це», я её всегда называю грузинское. Вот, у меня просто не получается. Ну и сейчас ты тоже сказала, это отлично. Ну, на самом деле, да. То есть тебе, ну как бы, хорошо, приятно, легко в потоке, и сложнее, когда уже что-то конкретное и такое прям системное. Да, я думаю, ещё проблема в том, что у нас довольно хороший диалог вот с семьёй моего молодого человека, с молодым человеком и с моей подругой. И я не могу на том уровне, на котором, ну, то есть мы же не общаемся касательно каких-то базовых и бытовых вещей. И когда ты хочешь именно прям передать мысли, эмоции и чувства, то мне недостаточно будет, ну, наверное, ближайшие пять лет словаря, которые я получу, чтобы легко изъясняться. И как ты справляешься с этим? Ну, у меня, они все очень хорошо говорят, что по-русски, что по-английски, поэтому мы миксуем. Ну, отлично, да. На самом деле, языковой микс – это такая отличительная черта от Белиси в каком-то смысле, потому что всегда здесь жили представители различных национальностей, которые говорили на разных языках, различных вероисповеданий, и поэтому здесь всегда немножечко такое, то есть до сих пор есть районы, в которых никого этим не удивишь. С тобой переходят с одного языка на другой, главное, чтобы ты тоже понимал. Ну вот всё, что касалось адаптации, вот то, что для всех, например, здесь очень необычно, что вот настолько гостеприимный народ, настолько радушно все принимают, всё какое-то другое. Вот я этого вообще не ощущаю, потому что для меня это очень естественно, потому что очень много каких-то схожих нюансов с нашей культурой в Казахстане. И у меня вот этого не возникает ощущения, что что-то другое. А что, например, какие есть, какое есть сходство? Ну для меня прежде всего, например, мне очень легко коммуницировать и вот с подругой, и с моим молодым человеком, потому что есть вот, по крайней мере, в 21 веке, ты просто пытаешься балансировать между современностью и традициями, и вот это вот найти какой-то баланс, вот это состояние я очень хорошо понимаю. То есть желание сохранить традицию. И сохранить, но есть же какие-то традиции, которые уже вообще не актуальны, возможно, или... Ну то есть не дать себя поглотить традициям, но при этом их сохранить. А в языке, ты можешь что-нибудь, насколько я понимаю, казахский язык, язык тюркской группы, вот, ты можешь сказать, есть ли какие-то пересечения, например, между казахским и грузинским, потому что в грузинском очень много заимствований из... очень много тюркизмов, заимствований из турецкого языка. Да, ну и в казахском ещё очень много также... Это большое влияние арабского языка здесь, да, в грузинском тоже есть, да, очень большое влияние. Ну и в версии, в том числе. И, ну, стандартное это саати, которое в казахском будет саат. Ну, на самом деле слов таких много, вот, я уже просто писала, Ильяна знает, что... Я удивилась как раз-таки слову, что маймуни, а в казахском это маймол, барри в казахском это бах, но при изменении падежей, то тоже, наверное, будет примерно так же звучать. Я думаю, ещё большинство не замечает, но из-за того, что у меня филологическое образование, я вижу вот эти корни. То есть мы с молодым человеком были два месяца назад в Казахстане, и он вот узнал слово «дукен». Это его было просто любимое слово в Казахстане, это переводится «магазин». Но он не заметил параллель, что в грузинском есть дукани. Я знаю, что в грузинском это вообще другое значение, ну, то есть используется не совсем как магазин, по-моему, это что-то... Совсем даже не магазин, духан, трактир, но во времена, когда магазины были не так распространены, конечно, если тебе надо там перекусить, ты идёшь в духан. То есть я думаю, что... Да, но я думаю, что корень именно один. Ну, адамияне, я думаю, это не так прям необычно, потому что это всё-таки от Адама. Да. Вот, в казахском это будет Адам. Халки, в казахском это халлок, но халлок у нас переводится как народ. То есть перевод разный, но корень точно один. Так, а халхи тоже переводится как народ. Ну, там, по-моему, в грузинском же есть ещё другое слово, которое чаще используют как народ именно. Нет-нет, народ халхи. Слушай, как интересно. То есть получается, что оба языка испытали влияние одних и тех же языков, пошли как бы по разным путям, но всё равно есть узнаваемые вещи. Но многие, кстати, не задумываются в грузинском языке о таких вещах, и я была из их числа, то есть для меня было очень большим открытием, когда я в Париже зашла в ливанский ресторан и открыла там меню, и увидела там грузинские блюда, которые даже так же называются. Ну, типа, аджапсандал, я смотрю, господи, это же аджапсандал, и он называется аджапсандал. Я была, конечно, в шоке. И потом я поняла, что действительно есть много заимствований, и поэтому это, наверное, как ты считаешь, это в плюс? То есть это помогает учить грузинский? Ну, мне однозначно помогает, ну, очень сильно помогает. Но это начало мне помогать только тогда, когда я начала вслушиваться и слушать очень хорошо. Потому что, ну, несмотря на то, что вот я очень много могу понимать, если только, как только у меня фокус вообще какие-то мысли смещается, я вот на фоне я не слышу абсолютно. Ну, то есть потому что я ещё не адаптировалась. Это всё-таки когда... А, ещё из такого тоже я вспомнила. Наверное, общего, вот, мне очень легко здесь общаться, также из-за того, что здесь многие билингвы, и в Казахстане также мы все знаем как минимум два языка, но вообще у нас распространено трёхязыче. Поэтому в этом плане вот очень легко переключаться с языка на язык. Но ещё самое интересное, вот все говорят всегда, что в Грузии довольно многие говорят по-русски и так далее, и это довольно легко облегчает вообще жизнь, адаптацию. Но я бы не сказала, что все грузины... Дело не в том, что они не знают русского. Они знают слова, очень часто не понимают смысла, и очень часто тяжело взаимодействовать на русском языке. То есть даже то старое поколение, которое выросло в СССР, они прям хорошо изучали литературу и так далее. Так или иначе, они очень сильно не понимают смысла того, что ты хочешь донести. И то есть тут я бы не сказала, что... Ну, наверное, только когда ты в магазине или где-то, когда ты вот только так используешь русский с грузинами. Но когда ты прям погружаешься, то очень часто они не понимают вообще смысла. Я понимаю, о чём ты говоришь. У меня вот квартирные хозяева замечательные люди. Каждый раз, когда я прихожу к ним по какому-нибудь вопросу, это превращается в задушевную беседу. И я прихожу, например, со своими друзьями, и хозяева очень переживают, они извиняются и говорят мне, что ты, если что, помоги, потому что мы хотим говорить с ними на русском, раз они не говорят по-грузински, но у нас по-русски не получится так вежливо, как нам бы хотелось. И вот это вот очень важный момент. Я тоже никогда об этом не задумывалась, потому что, может быть, просто недостаточно уровня владения языком, чтобы говорить с тобой вежливо. Да, и ещё вот про то, что говорила Катя, как раз про хмурые лица, как их воспринимали. Я думаю, что, возможно, даже люди к ним так не относились, просто очень часто грузины в своём серьёзном обычном состоянии, у них просто такой взгляд тяжёлый довольно. Да-да-да, довольно суровый, ребята. Довольно тяжёлый взгляд бывает, поэтому может так казаться. Да. А у тебя есть в планах ещё дальше учить грузинский? Да, мне хочется прям начать учить, но я не совсем понимаю, с какого уровня, как мне вообще начинать, потому что, то есть, например, читать я умею, писать, ну, прям от руки, наверное, нет, я не практиковала, но напечатать без проблем могу. Ну, и какую-то базу вот прям совсем я могу не знать, то есть, то, с чего начинают учить язык, потому что у меня сразу началось именно вот такое естественное, естественное вливать, ну, я начала, естественно, вливаться в культуру, и как-то вот просто натурально получилось, что я начала понимать. Ну, и многие вообще удивляются, все окружения, все родственники моего молодого человека удивляются, что я очень много понимаю, но меня это не совсем удивляет, потому что если вот просто посчитать количество языков, которые... Я не могу сказать, что я говорю на них свободно или пишу и так далее, но это десятый язык, который я изучаю, из-за этого это довольно легко. Я не могу сказать... Ну, просто меня очень часто спрашивают про этот опыт, а это как, а что, а почему, и я не знаю, как именно. То есть, это просто наслоение языков, и ты понимаешь, как работают, да. Плюс, ну, также филология очень, ну, как минимум, там, на первом курсе всегда проходишь введение в языкознание, и ты понимаешь, как работают вообще языки. И, то есть, эти знания очень сильно помогают. И знания, то есть, и то, как все приезжают и просто говорят о том, что это уникальный язык, какой-то необычный и так далее, а я уже просто знаю, что это уникальный язык, который вообще давным-давно сформировался, и не похож ни на один другой. Да, то есть, тебе не нужно это выяснять опытным путём, ты уже это знаешь. Ну, слушай, судя по тому, что ты рассказываешь, тебе бы подошла вторая ступень нашего курса. Так что, если что, мы тебя ждём. Да, я очень хотела, но как-то у меня... А, как раз у меня, наверное, в тот период, когда мне надо было заняться прям с учителем грузинским, у меня была как раз адаптация, и я просто начала это отталкивать. Потому что мне было не до изучения языка, потому что были свои сложности. То есть... Как ни странно, хотя... Катя и Тамара рассказывали про то, что, например, для них же несложно это устроить, обустроить быт, потому что они уже это испытали. А для меня-то наоборот. Я только закончила университет, никогда не сталкивалась с такими проблемами, как оплатить коммуналку, найти квартиру и так далее. Я не могу сказать, что это было сложно, но это было сложно, потому что это в первый раз. Конечно, и усложняется, потому что в другой стране. Ну что ж, спасибо тебе, и успехов тебе в изучении грузинского языка, и пусть это даётся так же легко и весело, как сейчас. Спасибо вам.